Здрасте! Всем друзья, привет, уреньки! Мы продолжаем играть в ферму и отрадная долина. В общем-то, что у нас происходит? У нас наконец-то созрела наша вот эта вот трава. И два комбайна пошли ее убирать. И вместе с ними еще ман должен работать. Только я его не запустил, да? Я его настроил, но не запустил. Ничего бывает. Так вот, короче, мы собираем эту всю коноплю и продаем. И у нас будет куча денег. Деньги нам очень нужны, потому что у нас даже кредит висит. Что потом сюда сеять, я, честно говоря, друзья, еще не придумал, но потом подумаем. Хотя сейлку пора запускать уже через один круг комбайнов. На остальных полях у нас тоже все созрело и все хорошо. Что у нас еще есть интересненькое? Наши производства. Удобрений. Можно удобрения вывести. И ил закинуть можно. Семена, друзья, я, в общем-то, как-то так там подгадал, что в сумме здесь будет потом 520 кубов. Вывезем, когда все произведется. А удобрения можно вывезти. С учетом того, что оно заполняется капец как долго, можно сразу же поставить, чтобы оно все заполнялось. Удобрения мы, друзья, насобираем и когда-нибудь продадим опять, скорее всего. Далее, друзья, силосная башня. Что у нас здесь? Можно привезти травы силоса. Но большой прицеп она занят. Отправим поменьше грузовичок. Пускай два раза съездит. Два раза. Давай, едь. Потом он поедет, припаркуется. Мы отправим его забрать силос с башни. Вообще, друзья, у нас очень много травы, очень много силоса. Возможно, трава, кстати, еще сейчас косится. И там, наверное, уже было два покоса. То есть соберем, еще будет больше. Есть у меня, знаете, какая шальная мыслишка. Купить биогаз, БГА. Сколько он стоит? 286 тысяч всего стоит. Короче, от нефиг делать. На самом деле, в 19-й ферме я ни разу не забивал силосные ямы. Они здесь большие. Я думаю, что как раз 10 миллионов травы сюда залезет. Просто поупарываться. Может быть, даже и на стремя на каком-нибудь это все дело провернуть. Мол, а почему бы и нет? А потом этот силос потихонечку кормить биогазу. Будут какие-то минимальные деньги постоянно. В общем-то, эту идею я еще проработаю. Все равно это будет не в следующей и даже не через серию. Что у нас тут? 80 кубов всего наполнено. Ну ладно, погнали заниматься тогда другими делами. Это прямо очень долго оно будет собираться. Друзья, что у нас с компоста? Компоста много. Перерабатывается он очень быстро. Было высыпано около 500 кубов уже на сады и теплицы. И еще вот лежит 478 кубов. Пока что производство пускай стоит. Вроде как не сильно оно надо. Компоста вроде как везде хватает. Где-то полностью они были забиты. Давайте какую-нибудь среднюю выберем. Вот там среднее число. Но 14 кубов, я думаю, что этого должно хватить надолго. Так вот, что у нас по садам по нашим? Они потихонечку у нас работают. На садах тут, короче, какая тема вообще? Яблоки, которые у нас здесь производятся, они выгружаются в маленьких вот таких вот поддонах. Это касается вообще всех культур, которые здесь производятся. После чего их нужно будет перекидывать вот сюда. Здесь у нас идет, скажем так, упаковка яблок. Отдельная линия производства. А чтобы проще это было упаковать, есть вот такие вот замечательные садовые роботы. У меня немножко здесь сады переделаны, благодаря одному очень доброму, хорошему человеку. Если роботов нету, его можно вот такого вот садового робота, его можно без проблем купить, поставить напротив этих поддонов. И он точно так же будет это все дело загребать. Я пробовал, прекрасно работает, интересно. Так вот, вот эта вот штука спускается здесь и затолкает эти самые поддончики в производство упаковки. Для того, чтобы заработало производство упаковки, надо привезти будет поддоны и нужны, собственно, сами яблоки. Поддоны по 500 литров. Это касается абсолютно всех садов, которые вообще у нас здесь есть. Поэтому давайте по-быстрому, наверное, все повыгружаем и всех роботов вот этих вот позапускаем. Пускай они поскидывают это все дело. Блин, это довольно долгий процесс будет. Но ладно, не важно. Так что везде по 51 поддону. Это где-то 2 дня прошло, насколько я понимаю, с момента прошлой серии. Вишня. Я обожаю вишню и у меня на нее аллергия, представляете, как обидно. Каково я, кстати, тоже обожаю, хотя говорят на этой карте оно не сильно нам понадобится, только на шоколадной фабрике. Но затаримся. Чуть что, это все дело можно будет когда-нибудь даже и продавать. Правда, на поддонах это возить, конечно, будет не очень удобно. Но с другой же стороны мы собирались построить склад. Кокос тоже выгружаем. Кокосы тоже клевая тема. Люблю все с кокосом. Мороженое с кокосом это топчик. Оливки. Вот оливки, честно говоря, не люблю. Вообще нигде, ни в каком виде это ужасно. Может быть я еще слишком молод, потому что много историй слышал, когда люди с возрастом начинают любить оливки. Апельсины. Апельсины тоже топчик. Апельсины я прям обожаю. И у меня тоже на них аллергия. Но я их все равно ем. Потому что, ну как это без апельсинов-то? Персики. Персики. Ладно, обойдемся без персиков. Персики хорошо. Но никакого вау-эффекта. Что у нас еще есть? У нас есть груши. Честно говоря, вау-эффекта с грушами у меня тоже нет. Этого робота мы тоже запускаем. У меня такое чувство, что FPS здесь таки проседает в садах. Ёшкин матрешкин. 17. Но это возможно, потому что я еще выгрузил дохренища поддонов. Потому что такое чувство, что тут реально он просел со временем. Сейчас они попадают и все будет нормально. Потому что смотрите, вот время, не время кручусь-верчусь и все плохо. Что у нас еще из садов есть? Орехи. Орехи это вообще топчик. Как тяжело быть аллергиком. И сливы. Сливы тоже топчик. Их мы тоже грузим. С садами разобрались. В общем-то, чтобы это все дело у нас запаковалось в поддоны, нужно привезти поддоны. Как ни странно. Слышу по звуку, как все сыпется. Боже, реально FPS просил. Сел сильно. Яблочки уже едут обратно. 77% так-то переработалось. Вместимость 216 кубов упакованная. То есть надо будет все-таки поддоны сюда таки везти. Далее, друзья, теплички. Теплички сразу же выгружаются в поддоны. Я сюда за кадром привез по одному поддону на каждую теплицу. И вот буквально только вот недавно они закончили свою работу. За это время 33 куба всего у нас получилось. Насколько я понимаю. Везде будет под 33-333. Хорошо. Тоже неплохо. Но вместимость здесь не сильно большая. То есть склад нужно будет строить. Также, кстати, есть еще, знаете, какая тема здесь? Фермерский рынок. Вот такая вот. У нас не хватает денег. Я даже не могу посмотреть, сколько оно стоит. Насколько я понимаю, он на глобале. И все вот эти штуки, которые мы здесь выращиваем, можно будет привозить туда. Они будут потихонечку там продаваться и приносить ежедневный доход. Который, скорее всего, мы не сильно почувствуем. Так, дружище, что-то ты уже должен был заполниться там, да? Заполнился. Поставим прицепчик заполняться. Давай заполняй прицеп. Надо будет еще ил сюда привезти, но ил наполняться будет в миллион раз быстрее. В общем-то, тогда нас интересует производство поддонов. Вся лесопилка, кстати, у нас уже стоит и не один день. Я довольно-таки давно на нее забил. Отсюда можно вывести известь гипс, карбонат кальций и известняк. Здесь у нас бревны, насколько я понимаю, закончились, да? Да. Но доски есть, это хорошо. А 20 поддонов у нас есть. И надо запустить еще, чтобы хотя бы по одному поддону привезти везде. Выгружаем тогда доски со всех линий. И что ты так криво выгрузился-то, а? Короче, запихиваем на производство поддонов это все дело. Но производство прямо сейчас не запустится, потому что оно забито. Надо выгрузить 10 поддонов будет. Ладно, в первую очередь, давайте, чтобы не браться за все сразу, эти лишние пару минуты никакой роли не сыграют. Поэтому сначала сделаем то, что запланировали. Надо, знаете ли, придерживаться плана. Черт. О, нормально, доски пошли. Так, там уже припарковался оранжевый прицеп, который силос забрал. Или что-то он, короче, возил на силосную башню. Нам, друзья, надо 22 поддона, чтобы запустить вот прям все. Вообще поддоны у нас как бы есть на складе. Но на складе они выгружаются большим контейнером 25-кубовым. Мы его раздербанить не сможем. Сколько у нас поддонов? Всего 93 куба. Три контейнера можем забрать. Ну ладно, мы пока этого делать не будем. Вообще все производства стоят. Так вот, да. Выгружаем 10 поддонов. Производство, соответственно, запустилось. И выполнится еще два поддона, мы тогда сюда это все дело и отвезем. Возвращаемся на базу тогда. Значит, траву он отвез на ферментатор. Соответственно, теперь ему надо забрать силос и отвезти его в элеватор. Перегрузить те же самые два раза. Давай едем. Тут загрузка все еще идет. Боже, как же долго. Да, долго. Эти ребятишки уже пошли на второй круг. Соответственно, можно ставить посев чего-нибудь. И, друзья, знаете, что мы посеем? Я сам пока не знаю, что мы посеем. Сейчас, короче, поклацаем посеялки и что-нибудь выберем. Знаете, друзья, я думаю, что мы посеем пшеничку. Нет, мы посеем рожь. И она потом пойдет на продажу. Ее будет больше, чем пшенички. Из одного из полей мы соберем солому. Потому что солому я все потратил. И ее у нас почти не осталось. Мало ли мне что-нибудь захочется еще сделать из соломы. Давайте вот с этой точки мы ему сделаем маршрут. И поле поставим номер 36. И давай, едь, сей. У тебя все получится. Кстати, друзья, давненько я вам не показывал, что у нас происходит с мостами. На самом деле мосты строятся. Я на этом особое внимание не акцентирую. Но построено уже довольно много. Осталось всего 8 штук. Это, конечно же, не может не радовать. Плюс там мосты остались, которые, ну, не так уж сильно важны. Но мы их все достроим. В любом случае, это дело у нас пока что в приоритете, насколько я понимаю. Надо, друзья, вот здесь вот все перевести. Я уже даже немножко подготовился к постройке следующего моста. Уже ЖБ-барьеры выгружены, ждут своей очереди. На складах у нас все довольно-таки грустно. По крайней мере, с остальными балками и арматурой. Прям мало всего. С цементом ЖБ-барьерами для мостов все в порядке. Остальные линии даже уже не работают давно. Известняк закончился. Черт. Это прям вообще не очень хорошая новость. Сколько его сюда можно привезти? 250 кубов. Известняка на базе у нас много. Миллион восемьсот уже насобиралось. Ну и JCB-шка, настало твое время. Пять поездок погнал. Раз уж я вернулся на базу, давайте посмотрим, что у нас тут с маном. Он загрузился, аллилуйя. Едь, выгружайся на мой элеватор. Стальных балок есть 80 кубов. Арматуры есть 80 кубов. И плюс 12 кубов на складе. И стальных балок. Стальных балок, в принципе, хватает. Арматуры для постройки моста не хватает. Друзья, я на данную секунду не буду сейчас это все дело запускать еще одну стройку. Потому что есть стройка, которая более приоритетная. И самая паршивая, я даже не знаю, во сколько денег она нам обойдется. Потому что наша задача сегодня построить склад. На него нет денег даже сейчас. Блин, и придется выпиливать некоторые деревья отсюда. Склад, друзья, я хочу поставить вот на эту вот территорию. Напротив садов, чтобы не сильно далеко было это все дело вывозить. Я думаю, это вполне себе логичное решение с моей стороны. У нас, кстати, вот первый грузовик уже едет разгружаться. Уже они 400 кубов Канапли собрали. Я вот думаю, раз такое дело, может быть, его сразу съездить продать? На порт Фитджеральд по 1300. 1030, простите. А склад стоит 218 тысяч. Так, а где оранжевый этот? Или он все еще возит этот силос? Да, он все еще возит силос. Ну тут прямо целая очередь на выгрузку, а? Ладно, подождем, пока они выгрузятся. Перехватываем этого мана. И заполняться ил его ставим сразу же. Черт, я тут по траве проехал, а я думал, тут дорожка есть. Ила у нас, благо, много. Заполняется он тоже хорошо быстрее. Все хорошо, в общем-то. Вообще, будет неплохо, конечно, если со склада овощей и фруктов, да, с этого. Выгружаться все будет тоже в контейнерах. Я бы, в общем-то, не отказался от этого. Это сильно упростило бы потом жизнь. Значит, этот товарищ у нас выгружается. Это он второй раз съездил. Я посмотрел на порт Фитджеральд. Мы его отправляем. Мы его отправляем съездить один раз. Загружаешься на мой элеватор. И едешь разгружаться на порт Фитджеральд. И везешь именно то, что мы сейчас собираем. Получается, 270 тысяч мы с этого получаем. Склад стоит 218. Соответственно, можем уже, сможем его построить. Правда, в аренду придется взять еще кое-какую приблуду. Выгрузился. Умничка. Ну, теперь ездит, загружайся. И загружается он сразу же здесь. Красота. В общем-то, ждем, пока он загрузится. А пока что берем вот этот вот трактор. И на нем едем в магазин за новой игрушкой. Что именно за игрушка нам нужна? Конечно же, нам нужен Брукс. Перекрашивать не будем. Берем в аренду за 3 тысячи. Цепляем его к трактору. И едем на нашу стройплощадку. Пока что, друзья, просто ждем, пока продастся наша конопля. Какие-то из этих деревьев придется нам убирать. Просто на данную секунду я даже примерить не могу сюда этот склад. А он, кстати, уже и продает. Отлично. Прям вот тока-тока. Красота. Тогда возвращаемся обратно. И ждем, пока у нас прикапывают денежки все. Что-то мне казалось, что он как-то быстрее выгружается. Сейчас вот он прям вообще медленный. 279 тысяч нам приплыло. Замечательно. Склад фруктов и овощей. Вообще, он, кстати, скорее всего, выглядит точно так же, как и склад для стройматериалов, который мы ставили. Есть у меня такое подозрение. И, значит, поставим мы его, по-хорошему, его поставить вот сюда надо. Значит, даже вот так вот. Значит, вот по это вот дерево вместе с этим и это мы оставим. Вот это придется снести. Вот это то можно будет оставить. Значит, вот эти вот два сносим. Вот эти вот два сносим. Вот это и вот это. С видом сверху как-то было проще. Но вроде бы я запомнил. Надеюсь. Хотя, может быть, что лишнего еще снесу. Блин, а что, если надо было вот на эту лужайку ставить? Ну, блин, туда далеко возить. С другой стороны, если это будет делать автодрайв. Но этого вряд ли будет делать автодрайв. Ладно, все, сюда запланировали, сюда ставим. Все. Да, много щипы дают эти деревья. Рецепт заполнился моментально просто. Погнали его разгрузим. Так, дружище, ты разгружайся. А мы еще раз померяем, что нам надо еще снести из деревьев. Вообще, два дерева надо снести, да? Или если его поставить вот так вот, то даже и одним можно обойтись. Но мне хочется больше его по центру поставить. На самом деле, у меня есть другая идея. Давайте снесем вот эти вот три дерева, получается, еще. Он тогда сюда влезет по центру. А что, деревья высаживать вот так вот нельзя, что ли? Раньше ж можно было. Или я что-то путаю. Но в украшениях тоже нету. Впрочем, нету. Блин, у меня такое чувство, что здесь раньше были деревья. Ну ладно. Мысль была справа от склада посадить пару деревьев. Видимо, в другой раз. Ладно, те два дерева в любом случае надо будет сносить. Поэтому поехали это сделаем. Не успел выгрузиться, я понимаю, ничего страшного. Зато щипы еще появилось, что тоже неплохо. Насколько я понимаю, вот это дерево надо было сносить. Черт, я уже забыл. Какие? Три, да? То, что слева от трактора. И вот эти вот два. Ладно, я надеюсь, что я запомнил. Значит, сносим и их. Ну вот и как его последний пенек убрать, если оно... Ну вот и кто мне расскажет, как его убрать. Эта штука никак не поднимается, не опускается. Так, он до нее не дотягивается. Значит, постоянно убираем. О, короче, да, пришлось перетеребонькать кнопочку. Так, отгоняем трактор в сторону. Но пока не убираем его отсюда. Мало ли я что-то напутал. Склады. Склад фруктов и овощей. Ну, вот так вот я его хочу поставить. Да, полностью как надо. Мы расчистили территорию здесь. Пздынь. Готово. Тогда брукс мы отцепляем и из аренды его сдаем. Товарища же отправляем на разгрузку и парковку, соответственно. У него все будет хорошо. Ну что, друзья, что нам нужно для того, чтобы построить этот... Аааа... Черт, я даже не запомнил. Арматура 10. Так, арматура, трубы, гипсокартон, стальные балки и доски. Это все длинные поддоны. Не надо сюда автодрайв провести. Так, а что здесь он... Ааа, я поставил на загрузку ила. И он первый загрузился. А потом я про него благополучно забыл. Прости, друг, прости. Сейчас я отсюда уеду, все будет нормально. Подождем, пока он загрузится уже. И ставим загружаться ил. Надо будет потом его не забыть высыпать туда, куда мы его будем высыпать. Так, друг, поехали. Будешь сейчас работать. На нем самое удобное автодрайв рисовать, если честно, пока что. Насколько я понимаю, здесь здоровый триггер. Поэтому сделаем точку разгрузки направо. С расчетом, что он направо будет разгружаться. Ну, как-то так вот получилось. Все, вдруг ты больше не нужен. Есть, паркуйся. Блин, много ингредиентов. И из разных мест их все забирать. С другой стороны, можно просто контейнеры привозить. А то, что останется, увозить обратно. Это, в принципе, тоже как вариант. С другой стороны, трубы и арматура можно привезти сразу поддонами. Гвозди можно привезти сразу поддонами. Как раз одна машина. Планки уже лучше везти так. Самое главное, что я не могу пойти на стройку, загружать машину и открывать вот это меню. Это не очень хорошо. У кого там что не получается проехать, а? Кто-то не может. Так, цемент везем одной машиной 40 кубов сразу. У нас как раз на складе 44 куба есть. Ставим тебе поддоны стандартного размера. И отправляем тебе кружочек, наверное, чтобы ты там не забагалась автопогрузка. Такое иногда бывает. А с этим товарищем делаем то же самое. У нас гвозди повезет. Тебе ставим тоже поддоны стандартного размера. И выгрузку всем им сразу же ставим направо. И этому выгрузку тоже ставим направо. Применить. Теперь же выгружаем отсюда цемент. 12 поддонов. И эти 12 поддонов загружаем на машину. Как они не загрузились первые. Не, работает. Все нормально. 20 поддонов сюда влазит. Много информации, знаете ли, иногда в голове путается. Надо загрузить еще 8 поддонов. Создаем еще 8 поддонов. И почти весь цемент у нас и закончился. Правда, еще на складе немножко лежит. Но это ладно. Все загрузилось. И товарищ, в общем-то, поехал. В теории должно там все выгружаться хорошо. Погнали товарищу загрузим гвоздики. 20 поддонов мы создаем. Они по одному кубу. Малюсенькие такие. Тоже ставим их, чтобы они загружались. И товарищ должен уехать. Да, товарищ уезжает. Прекрасно. Замечательно. Так, отставить. Я этим товарищам сказал ехать не туда. Склад стройка. И второму склад стройка. Вовремя сообразил. 10 минут ему добираться. Ну, меньше 10 на самом деле. Потому что он там по прямой как втопит соточку. И быстрее доедет. А тем временем у нас, кстати, поле убралось. Прекрасно. А раз у нас убралось поле, это значит, что мы сейчас убираем комбайн и ставим его на другое поле. Прервать маршрут. Генерируем тебе другой. Вот отсюда. И это будет у нас поле 40-44. Видимо, надо будет его туда все-таки отвезти. Все, друг. Давай работай. Погнал. Со вторым комбайном проворачиваем абсолютно ту же самую операцию. Даже прям сложиться успел. Какого хрена ты сложился-то, друг? Так, тебе мы копируем маршрут Лексиона. Тоже ставим номер 40-44 поля. И тоже тебя перегоняем. Комбайны, друзья, у нас работают быстрее, чем сейлка. Так что можно ставить. Причем не намного быстрее, что самое главное, но быстрее. Так, ман. Ты у нас переезжаешь работать на другое поле. Поэтому давай там как-нибудь, короче, это сделай. О, кстати, вот этот товарищ загрузился. Погнали его тоже разгрузим. Это же тут какая-то неразбериха небольшая с разгрузкой. Триггер не очень большой. Еще неизвестно, какая там сторона выгрузки была. Но вроде выгружается нормально. А тем временем, кстати, вот первый ман приехал, который привез цемент. В общем-то смотрим, чтобы он здесь нормально все разгрузил. Хотя если не разгрузит, как бы хрен с ним пододвинем. Да. Все не влазит. Триггер не такой большой, как я думал. Но ничего страшного. Просто берем все и закидываем. Это не проблема. Раз, два, три. Все закинули. Цемент 100%. Давайте-ка мы строечку на всякий случай в меню выключим, чтобы она сама не запустилась, чтобы легче было потом это все дело отслеживать. Блин, а чего вы здесь все разворачиваетесь? Ну ладно, как хотите. Где второй ман? Второй вот приехал. Эй, ребята, ну вы че? ПДД никто не учил или здесь женщина за рулем? Нет, здесь какой-то... Слушайте, два парня вроде. Странно. Да, все опять-таки не влезло. Не проблема. Затолкаем. Что не влезло, все затолкаем. Ой, этот поехал впрямо. Почему? Почему они поехали по разным маршрутам, если им в одну сторону ехать? Или там просто какой-то миллиметр разницы? А, сейчас увидим, кто из них еще быстрее куда доберется. Просто по факту, один может проехать вот здесь, ему на сталелитейку, да? Он может вот отсюда спокойно заехать, легко и непринужденно. А на цементной, тут с этой стороны проще заезжать. Где, правда, все равно круголя давать, непонятно. Ладно, пусть едут как хотят. Кто я такой, чтобы им дорогу показать, правильно? Так вот, гвозди у нас тоже привезены. Арматура, трубы, гипсокартон, стальные балки, доски. ЖБ-блоки 10. ДСП 10. Планки 40. Планки у нас поддоны по кубу. Можно 18 штук всего лишь, или по 2 куба, по-моему, по кубу. То есть, тащить 2 машины, или 1 машиной просто в контейнере. Но потом ввести их обратно. Дилемма. С досками такая же примерно ситуация. 2,5. А досок мы вообще можем насобирать там 40 кубов, если просто в поддонах? Черт, сколько у нас уже производств. А, 19, 19, 19. Нормально, насобирать можем. И, по сути дела, одна машина и есть 40 кубов. Так, этот товарищ выгрузился. Надо теперь как-то прицеп подставить, чтобы он тоже выгрузился. А, становится нормально. Выгружайся. Так, хорошо, одна машина, 40 кубов получается. Это мы в последнюю очередь повезем. Кстати, на складе вот емкость 224 куба. Сомневаюсь, что это контейнеры. Но ладно. Да, смотрите-ка, на столе литейку чел уже приехал. Нет, это на цемент он кругом поехал. Черт, как это работает? Так, поддоны стандартного размера, с цементного завода. Что ты, что оттуда надо забрать? Оттуда идут ЖБ-блоки. Неудобно, что приходится в разных местах постоянно бегать, смотреть. ЖБ-блоки, 10 кубов, ДСП, 10 кубов. Это можно привезти на одной машине. Трубы, арматура, 10, 10. Эти, кстати, по 3 куба поддоны, арматура и трубы. Их потом ехать, везти, продавать. Так, ладно. Тогда, смотрите, что мы делаем. ЖБ-блоки надо 10 кубов. Один поддон, у нас 2 куба. Соответственно, 5 поддонов. Загружаем. И после того, как он загружается, мы ему говорим ехать на лесопилку. Просто на лесопилку. Едь туда, там стой, жди. Далее думаем с этим товарищем. Опять-таки, нужно по 4 поддона стальных труб. Да, ребята, тяжковато. Хоть записывай. Что мы, в общем-то, и сделаем. Сейчас я все запишу. Так, сейчас все будет намного проще, потому что я все позаписывал. Значит, трубы, арматура по 10, стальных балок 20. Это 7 поддонов стальных балок и по 4 поддона труб и арматуры. Итого 15. 7 стальных балок. Блин, а я ему поставил, кстати, длинные поддоны. Я же ничего не поставил. Длинные поддоны, друг мой. Ладно, кружочек навернет, потому что у меня один раз, короче, вот эта вот тема забагалась. И я даже не помню, что я сделал, чтобы она разбагалась. По-моему, даже перезапуск игры не спас. Остальные балки выгрузили. Арматуру. Ага, только 3 можно создать. Ладно, ждем. А пока мы ждем, кстати, вот этот чел почти доехал до лесопилки. Мы его перехватываем. Значит, нам надо забрать отсюда ДСП и планок. Не хочу я контейнером планки возить. Съездим на машине, отвезем. ДСП. ДСП есть 37500. А нам надо 10 кубов. А нету нифига, 207. 37500 это щипа. Черт, придется контейнер брать. Так, а планки-то хоть есть? Планок дохрена. Значит, мы выгружаем то, что мы привезли. Вот сюда вот к планкам. И берем контейнер ДСП и контейнер планок. И по 25 кубов будет отвезено. Где у нас тут что лежит? Поддоны. Планки здесь. ДСП здесь. Один поддон выгружаем ДСП. И один поддон с планками. Один. Готово. Блин, был бы вот этот склад такой же, как остальные склады. Было бы намного удобнее, конечно. С центральной вот этой вот выгрузкой. А то тут 500 линий и в разные места все выгружается. Неудобно. Так, это в общем-то готово. Тогда давай едь выгружай. И когда ты выгрузишь, надо будет тебя потом перехватить. Потому что полподдона ты повезешь обратно. Значит, ДСП мы ставим галочку. Планки 25. Останется 15 кубов планок. То есть 15 поддонов. Плюс еще вот эти 5. Итогу 20. А на машину влазит только 18 поддонов с планками. Черт. Ладно, возвращаемся вот к этому товарищу. Загружаем ему. Получается, мы выгрузили 3 арматуры. И сколько надо балок. Значит, выгружаем еще один поддон арматуры. И нам еще здесь нужны трубы. 4 поддона. Выгружаем 4 поддона. И на машину их отправляем. Насколько я понимаю, будет 15. Соответственно, он возьмет и уедет. Да? Уехал. Отлично. Все, ждем тогда выгрузку. А трубы, арматуру и стальные балки мы тогда тоже ставим галочку. Что это у нас отвезено? Останется гипсокартон и доски. И планки. Немного планок. А довольно быстро они сюда доезжают. Я не так уж, чтобы прям долго ждал. Хотя этот с лесопилки ехал, поэтому может и быстрее. Но ничего. Сейчас он выгрузится и мы его перехватываем, потому что... Так, стой, 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 стой. Зачем я курсплей вызвал? Непонятно. Так, здесь у нас что загружено? Почему не показывает? ДСП не выгрузилось. Планки выгрузились. Все, надо было приподнять. ДСП приподнимаем. Остальное ставим обратно. 15 тысяч литров осталось. Везем обратно на склад. Тут у нас, друзья, выгрузится не все, поэтому его перехватываем и выгружаем сами. Бздынь. Пошла выгрузка. И еще раз пошла выгрузка. Еще арматура не выгружается. А, потому что анимации у этого самого поддона нету. Не, 2000 литров. А, ну все правильно. У нас труп на 2000 литров насобиралось. На 1000 литров все понятно, все хорошо. Значит, эти поддоны мы загружаем и, друзья, отставляем в сторону. Я их потом просто отвезу, продам. Хотя, с другой стороны, можно и на склад их отправить. Хотя, с другой стороны, там труб, по-моему, места нету. Поэтому лучше продать. Все, пускай здесь лежат. Так, планки же, Б-блоки мы везем одной машиной оставшиеся. Доски мы везем одной машиной. И гипсокартон еще надо отвезти. Давай, друг, шуруй тогда за гипсокартоном. Пускай будут гипсподдоны. Но у нас там хоть есть они. Да, есть, что у нас здесь закончилось. У нас бумага здесь закончилась. Нифига себе. Ну да ладно, 69 кубов есть. Я производство это мало где требуется пока что. Плюс гипсокартон на складе есть. Не работает оно. У нас закончилась сейлка работать. Сейлка, ты где? Ты в другом конце поля. Я за тобой еще бегать должен, а? Ну тогда ты дальше едешь сеять 40-44 поля. Туда тоже рожь. Ничего выдумывать не будем. Давай, едь. Там как раз топливо, может быть, на заправку съездишь. Заправишься. Короче, работай. Тем временем, вот этот товарищ у нас приехал на лесопилку. Поэтому погнали, выгрузим ему обратно на склад оставшиеся... Что у нас здесь? Планки, по-моему? Нет, у нас здесь ДСП. По-моему, у нас здесь ДСП. Бздынь? Да. У нас здесь ДСП. И, друзья, что мы делаем дальше? Мы ставим ему поддоны среднего размера. Нам, друзья, надо еще 15 поддонов с планками. И 5 поддонов вот этих вот же Б-блоков. Сначала загрузим 15 поддонов с планками. Они у нас вроде как вот здесь вот должны появляться. Производство планок. Так, максимально 5. Я на всякий случай проверю, чтобы они были действительно по кубу. Да, они по кубу. Все нормально. Логично, что они по кубу. Было 48, стало 43. Но я же не догадался посмотреть. Сделал кучу лишних действий. Вот, 15 штук мы загрузили. Загружаем еще 3 вот этих вот поддончика с ЖБ-блоками. И еще 2 вот этих вот поддона мы загружаем просто на платформу. Потому что то, что на автозагрузке у нас без коллизии. И закрепляем это все дело ремнями. После чего говорим ему ехать на склад стройка. Я надеюсь, он дорогу туда найдет и нормально доедет. Гипсокартоновый товарищ. Тоже доехал. Молодец. Нам нужно 10 поддонов с гипсокартоном. Они же по 2 куба были. Сейчас мы в общем-то это проверим. 10 поддонов создаем и становится 49. Значит, они по... Все я правильно посчитал. Едем, загружаем эти самые поддоны. 10 поддончиков загрузили. И теперь ставим здесь, чтобы он ехал на лесопилку. И отправляем его на склад стройка. Соответственно, он туда приезжает, выгружает вот это вот все дело. И едет сразу на лесопилку. Классно же я придумал, правда? А конопли тем временем уже, кстати, полтора миллиона насобиралось. А у нас, я напомню, кредита миллион триста висит. Давайте-ка мы знаете, что сделаем? Мы вот этого вот товарища два раза отправим съездить продать. Погнал. В общем-то он нам должен миллион с копейками заработать. Это миллион сто, насколько я понимаю. Так, гипсокартон тем временем приехал. Час он как выгрузится направо. И все не влезет. Вообще ни разу не влезло. Но мы затолкаем. Опять-таки это не проблема. Мы же знаем. А гипсокартон весь. Вижу, едет и второй мант. Следом. А тот чел поехал на лесопилку. За досками. И вот интересно, успеет ли вот эти вот задние, которые у нас не на автопогрузке, разгрузиться, пока он будет здесь проезжать. У меня есть подозрение, что нет. Но это не проблема. Разгрузим сами. Да, не успел. Они долго разгружаются. Стой, зараза. Назад, я сказал. Все. Давайте, разгружайтесь. А мы тебе еще, кстати, ставим поддоны стандартного размера. И давай погнал на лесопилку. А вот эти поддончики мы загружаем. Все это дело закидываем на стройку. Все. Закидывается. Шикарно. Но и осталось только доски. Прелестно. Так, вот товарищ приехал у нас, который за досками приехал. Соответственно, разгружаем ему досочек со всех линий. Два поддончика у нас останется. Мы сейчас в какое-нибудь производство их жахнем. Не проблема. Во, все. 16 поддонов загрузили. И с чистой совестью отправляем его на склад стройка. И это последние ингредиенты. Далее берем вот этого вот парнишу, перехватываем. Он у нас, друзья, приехал за поддонами. Ведь нам надо отвезти 22 поддона на наши сады, чтобы по одному поддону выгрузить на теплицы и на сады. Чтобы там уже потихоньку начались в садах упаковываться все наши продукты. 10 поддонов мы загружаем. Выходим из нашей машинки. И 10 поддонов еще создаем. И еще загружаем 10 поддончиков. Получается. Бздынь. И готово. Но нам надо 22. Чтобы второй раз не ездить, друзья, мы точно так же, как везли ЖБ-блоки, тут как раз, вот видите, уже два поддончика и сделалось. Я рано производство запустил. Оно уже и произвелось. Между прочим, грамотный ход был. Все, ставим это все дело сюда. Надеюсь, оно нигде не зацепится. Закрепляем это все дело ремнями. И тоже отправляем на склад стройка. Можно даже просто отправить его на склад стройка. Так, а тем временем там уже урожайчик у нас продался. И 600 тысяч на балансе. А? Классно же. Все, давай едь на склад стройка. Ты туда просто едешь. Там мы сейчас все ручками выгружать будем. Досочки приехали. И поддоны вон следом тоже едут. Этого товарища, друзья, мы перехватываем, потому что... Давайте досочки выгружайтесь. Перехватываем, потому что отсюда ему придется ехать не на лесопилку. Э, ну ты что, дядя? Куда ты меня пихаешь-то? Все. Досочки выгрузились последние. А сейчас нам надо сюда же загрузить вот этот вот мусор. Потому что мусор за собой надо убирать, правильно? И товарищ с этим мусором едь на какой у нас тут ближайший порт? Вашингтон. Вот давай на этот самый порт и едь, и там жди меня. А мы пока пойдем развлекаться вот с этим товарищем. Сейчас нам надо проехать и выгрузить аккуратненько здесь поддоны. И сделать это будет довольно муторно. Потому что надо будет останавливаться возле каждого садика. И эти поддоны ручками сюда выгружать. Так, вот сюда вот раз поддончик. Через следующий, кстати, можно будет просто проехать. И он выгрузится. Потому что он здесь один по факту. Вот, а со следующими уже будет все сложнее. Черт, они рассыпались. Ладно, берем один, выгружаем. И давайте возьмем еще один. Например, вот этот. И отнесем его на следующий сад. Сейчас мы все исправим. Все поправим, все будет красиво. Его вот в этот сад. Черт, тут бордюр. Во. Получается, стримы выгрузили. Сейчас мы поставим здесь поддоны среднего размера. Загрузим все и выгрузим. И они прекрасно стоят. Хороший же план, да? Так, 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 так. Стоим. Давайте, наверное, вот так вот между, вот припаркуемся. Между двумя. Соответственно, один поддончик мы берем. Черт, не тот вообще взял. Выгружаем сюда. И один, получается, тогда берем этот. Несем, выгружаем вот сюда. Готово. Едем тогда к следующим садикам. Здесь можно даже прям припарковаться. Будет как-то вот где-то вот здесь. Блин, они на торможении так стрёмно уезжают. Такс. Этот вот сюда. Там еще один будет, да? Вот это вот сюда. И с другой стороны у нас есть еще тоже два сада. Давай этот вот сюда вот. Бздынь. Вот этот мы тогда вот на этот сад отнесем. Готово. И еще один мы несем на самый последний сад. Отсюда. Бздынь. Готово. И у нас их осталось 11 штук. Куда-то не отнес. Сейчас еще попробую найди. Поддоны с вишней. Сюда не отвез. На вишню. Как так-то? Ладно, поехали отвезем на вишню. Ты еще пойди разбери, что здесь вишня. Но вот справа здесь точно не вишня. Пальмы точно не вишня. Кто-то может быть вишней? Это оливки. Так, у нас идут пальмы-пальмы. А после пальмы вишня. Во, короче, после пальмы. Так, насколько я понимаю, вот это вишня, да? Вишня. Так, а ремешки неплохо было бы, конечно, отцепить. Так, один поддончик здесь берем. И сюда вот так вот выгружаем. Остальное, друзья, везем на теплицы. А поддоны здесь разгружаются с другой стороны у теплиц. Так что сейчас быстренько все выгружаем. Продолжение следует... Ну вот и все. Поддоны все загружены. И теперь у нас полностью пошла упаковка. То есть теплицы заработали. А также пошла упаковка в поддоны всего нашего добра садов. Прекрасно. Да, друзья, да. Надо запустить еще стройку. Привезли абсолютно все ингредиенты по 100%. Поэтому стройку мы запускаем. 2000 литров в час производится из 40. То есть через 20 часов стройка будет. Соответственно, завтра утром, в следующей серии, у нас этот склад уже будет построен. А тем временем у нас миллион 175 тысяч на балансе. Да, я так и думал, что не хватит. Так что, дружище, едь еще раз. Вези еще 200 кубов конопли и продай ее. Вот этот ман у нас, кстати, доехал. У него все прекрасно. Выгружаем назад эти все поддончики. Продаем их. На тавы-то че не попали, а? Лентяи. Все приходится двигать. В общем-то, этого товарища отправляем... Куда мы его отправляем? На сталелитейку мы его отправляем, да. Так, друзья. И последнее, в общем-то, что я хотел на сегодня сделать, это немножко привести в порядок здесь терраформинг, чтобы здесь все было красиво, а не так, как у нас есть. Трава это хорошо, но я думаю, что имеет смысл покрасить это все именно вот в такой вот тип земли, который вот сейчас здесь и есть. Кажись, я его нашел. Аллилуйя. В общем-то, делаем все... Стараемся сделать все максимально аккуратненько. Ну, как-то вот так вот получилось. Я думаю, теперь это смотрится более-менее прилично. А? Нормально же, правда? Наши сады и теплицы хотя бы стали похожи на человека. Также у нас продается наша конопля. Это значит, что мы можем наконец-таки вернуть кредит. И все. Кредита нет, а денежки продолжают капать. Не сильно много денежек, конечно, осталось, но что поделать? В любом случае, у нас есть еще здесь конопля. У нас еще на базе, на складе есть конопля. Есть еще одно целое поле. А плюс у нас сейчас сеется рожь, что тоже хорошо. Кстати, это же поле у нас закончено. Можно его и посыпать известью поставить. Ну ладно, это я уже потом за кадром сделаю. В общем-то, что за кадром будет происходить? Слежу, друзья, за поддонами. Скорее всего, привезу еще чуть-чуть. Там тоже за производствами послежу. И засею вот эти вот поля рожью. Ну и в следующей серии у нас тогда уборка. И будет еще одна стройка. Но об этом вы узнаете уже в следующей серии. Поэтому, чтобы не пропустить ее, подписывайтесь на канал, если вы еще по какой-то нелепой причине этого не сделали. А также, друзья, лайкусик не забываем. Если будет под этой серией больше лайков, чем под прошлой, то завтра, в общем-то, выходит следующее. Прямо вот так вот сразу. А если вы не хотите ждать и лайков не наберется, то можно прямо сейчас это сделать на бусте. Там эта серия уже, скорее всего, есть. И еще много других. Потому что, видите, у меня сейчас только 22 ноября. А ролик этот выйдет, скорее всего, в 2023 году. Возможно. Наверное. Черт, это у меня месяц до Нового Года всего. Охренеть. Вот время летит быстро. О, косилка приехала. Кстати, я ее в прошлый раз забыл поставить на зарядку. А сейчас я не забуду ее поставить на зарядку. Она у меня зарядится полностью. Вот. И, наверное, траву я эту тоже соберу сейчас. Потому что ее уже здесь дохрена. Короче говоря, полевые работы вот эти вот неинтересные все за кадром у нас остаются. На следующий раз, друзья, развлекаемся со складом. Развлекаемся вот с этим вот всем. И строим еще одно производство. На этом все. Всем огромное спасибо за внимание. Спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку. С вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки.